МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Вы в первый раз в этом году к нам пришли в гости. Я поняла, вам очень понравилось отвечать на вопросы наших телезрителей. Всегда очень приятно и интересно с вами работать в прямом эфире. Не менее интересно и не менее приятно работать в прямом эфире с Константином Сергеевичем Золотаревым. Здравствуйте, замгенерального директора фонда модернизации ЖКХ по Оренбургской области. В ходе программы мы проведем интерактивное голосование. Вопрос такой. А для вас взнос на капитальный ремонт серьезная трата? Варианты ответа. Да, нет, не хочу платить. Звоните по тому номеру телефона, который соответствует вашему решению. Хочу сказать, что звонки бесплатные. И также в ходе программы вы можете позвонить к нам сюда в студию по номеру телефона в городе Оренбурге 43-45-07 и задать вопрос нашим гостям. Начнем с Константина Сергеевича. Константин Сергеевич, расскажите, давайте с нововведения начнем. Давайте в самом начале телезрителям расскажем про нововведения. Итак, что будет нового в следующем году? Какие нововведения ждет сама вот эта программа? Действительно, 15-й год он был достаточно насыщен нововведениями в части проведения, организации проведения капитального ремонта. Были собраны, так скажем, материалы. То, что предоставляло общественность на всеобщее обсуждение. И это все, в общем, нашло отражение в 176-м федеральном законе об изменении жилищного кодекса. И соответствующим образом были все канадайские субъекты предъявлены соответственно данным документом. Это уступки назад или это просто вот именно обкатывание? Нет, это не уступки назад. Это именно то, что в процессе реализации 14-го года, 15-го года конкретизация отдельных механизмов, отдельных принципов работы, взаимодействия всех участников системы, какие моменты не находили ответов. Теперь сейчас это стало более прозрачно, более понятно. Давайте конкретно нововведения. Давайте. Разберем этот вопрос в общем, в части общего счета регионального оператора, в общей региональной программе. В том числе отдельно просмотрим и специальные счета. Там тоже достаточно много серьезных нововведений. Самое, наверное, из самых важных и обсуждаемых моментов было, это что же делать с теми накварственными домами, которые были введены в эксплуатацию, еще есть гарантийный срок. Так вот, в рамках этого закона Оренбургской области, в том числе 176 ФЗ, предусматривалась возможность, что те дома, которые введены в эксплуатацию после утверждения региональной программы и включены в региональную программу при ее актуализации, обязанность по уплате взносов на питание и ремонт возникает по истечении 5 лет с даты включения в региональную программу. Давайте спросим как раз уже у муниципалитетов. Татьяна Сергеевна, дальше потом продолжим к нововведениям. Вот в данном случае, вот это нововведение в программу, вот насколько оно актуально, насколько оно на самом деле полезно и удобно будет? Я думаю, это касается обязательно всех наших горожан, которые достаточно большие, у нас очень высокие в этом году сдачи новых домов, и это касается большого количества горожан, которые приобрели новые квартиры, переехали в них, и как раз у них возникает совершенно, наверное, правомерный вопрос, почему они должны платить капитальный ремонт за тот дом, который еще находится на гарантии у застройщика. Соответственно, федеральное законодательство услышало все эти обращения со стороны населения, ввело такие каникулы для новостроек, если можно так сказать. То есть, если дом после включения в программу, ему дается вот эта срочка 5 лет, это значит о том, что, я думаю, такая двойная ответственность на застройщики остается, ни на кого она не перекладывается, ни на собственника они должны в случае возникновения каких-либо гарантийных обязательств, и в целом должны свой дом держать на гарантии и, соответственно, держать свою марку. Поэтому я думаю, что население это только большой плюс, ну и новая застройка, это уже высококачественное жилье, поэтому я думаю, что 5 лет по истечению достаточно будет срока после, для того, чтобы накопить на те виды ремонта, которые в последующем понадобятся. Ну, учитывая, что в общей сумме за 2 года, имеется в виду за 15-й и за 14-й год, у нас более 2 миллионов квадратных метров жилья будет сдано, уже сдано и вот достаётся. В настоящее время сдаётся, да. Давайте примем телефонный звонок и дальше продолжим. Здравствуйте, слушаем вас. Представьте себе ваш вопрос. Алло, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Я с Пушкинской 12А звоню. Вот сейчас буквально в новостях наш дом показывали. Я хочу, во-первых, сказать спасибо журналистам за то, что они так быстро приехали. Во-вторых, единственное, вот там упустили очень важный момент. Дело в том, что вот потолок наш ужасный показали, но в следующем году вот планируют нам проводить серьёзный капитальный ремонт, но про потолок опять ни слова. Мы много раз обращались и в нашу управляющую компанию, и в администрацию города Оренбурга. И потом вот уже весной, пока мы не дошли до регионального оператора, никто ничего делать не хотел. Но сейчас вот мы добились, чтобы нам ремонт всё-таки запланировали, но опять же, там не те виды работ, которые нам нужны. То есть там хотят сделать нам красивый фасад, потому что это центр города. А у нас, извините, штукатурка в кастрюльке падает. Вот я хочу узнать, каким образом нам всё-таки сделают сгнивший потолок, который много лет протекал, до которого никогда никому не было дела. И в принципе мы готовы там пересмотреть перечень работ, если это возможно, куда нам нужно обратиться. Спасибо, понятно. Спасибо, понятно. Но нельзя оставлять в таком состоянии. Так вам больше вопросов. Безусловно, есть отдельные моменты, когда тот состав минимальных видов работ по капитальной ремонту, предусмотрен законодательством, не удовлетворяет потребности для проведения многоквартирного дома или общего имущества в общем надлежащем состоянии. И действительно, перекрытие, оно не входит в этот минимальный состав. Но можно сказать, что в рамках реализации региональных программ капитального ремонта однозначно, региональный оператор или проведение капитального ремонта по теми видами работ устраняют причины. Причины, да? Протечи, калорийности или ещё чего-то подобного. А вот что делать с этими видами работ? Тут нам постоянно приходится взаимодействовать и с управляющей компанией, и с органами местного самоуправления для принятия именно комплекса совместных решений по тем видам работ, которые не предусмотрены. И мы, опять же, всегда отмечаем, что данные виды работ всегда могут производиться из источников финансирования с превышением минимального размера взноса на капитальный ремонт. Я поняла. Но вот как в данном случае расставляются приоритеты? То есть почему именно вот фасад зданий сейчас ремонтируется, а они, допустим, не ремонтируются крыши? Есть какой-то регламент? Как в этом участвуют сами жильцы? Ну, однозначно, это решение принимается жителями на общем собрании. То есть управляющая компания выходит к ним с предложением и определяет самое необходимое, что нужно выполнить за капитальный ремонт. И, соответственно, ещё дополнительно выносится им предполагаемая сумма затрат. На доме, может быть, к сожалению, есть такой вот особенно центр. Эти дома нужно делать не один вид капитального ремонта, но это и кровля, в первую очередь, чаще всего, и фасад, внешний вид. Это тоже достаточно важно. Но и инженерные сети. Дальше мы всё, как говорится, упираемся в деньги. Нужно рассчитать размер и определить тот размер взноса, который необходимо жителям оплачивать. Чаще всего в чём здесь вопрос? Ну вот помимо того, что могут быть дополнительные виды работ, но если жильцы, наоборот, мне хотелось поблагодарить за этот звонок, что жильцы активны, вот они говорят, добились, но это, наверное, даже не то, что добились, это обязанность собственника заботиться о своём жилье. И мне хочется сказать, что переносить сроки, интересоваться своим домом, интересоваться состоянием своего дома, это в том числе и их обязанность. И эти сроки можно согласовывать и переносить, и изменять. И если кровля действительно является приоритетом здесь, то, конечно, с фасада можно подождать и перенести его на более плотный. В данном случае это должно быть собрание собственников жилья, и они должны принять решение, что в первую очередь нужно отремонтировать крышу. Да, они должны принять решение, конечно, представить это решение в орган местного самоправления, фонд, и орган местного самоправления никаким образом не может навязать тот вид, который он считает нужным. Это решение принимается на собрании собственника. Другое дело, что большинством оно должно быть принято и решено. Соответственно, то, что говорят уже о текущем ремонте, о потолке, если будет устранена причина и будет ремонтирована кровля, соответственно, текущий ремонт уже и потолка, можно будет спокойно делать ремонт, и все эти причины будут устранены, как Константин Сергеевич сказал. Я как поняла, вы адрес, я смотрю, записали, в любом случае, после конечной эфиры вы еще раз посмотрите. Давайте примем еще один звонок, потому что он из Сорочинска. Здравствуйте, слушаем вас, представьтесь, и ваш вопрос, пожалуйста. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Да, говорите. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слышим. Ворошилова-20, Сорочинск. Там, кто это ставит на учет дома, на капремонт, на какие года? Вот, например, у нас там что-то 25-й или 50-й год, а трещина с крыши и до самого фундамента туда скоро завалятся плиты. Понятно. Спасибо, спасибо. Просто плохо слышно. В принципе, вопрос понятен. То есть, по какому принципу ставится, по какому принципу определяться, почему именно в этом году ремонтируется дом? И в данном случае, как тоже собственники могут повлиять, чтобы, допустим, не в 25-м году, а уже в 17-м или в 16-м году ремонтировать? Неоднократно в период с начала реализации капитального ремонта программы мы этот вопрос уже обсуждали. Но тогда уже повторимся коротко. Мы поделялись сроки на основании информации о состоянии капитального дома, о информации о ранее проведенных работах по капитальному ремонту, о информации по нормативным документам, по ремонту, по видам работ. По этой формуле мы определяли, собственно говоря, и сроки проведения капитального ремонта. Как на это можно повлиять, если жильцы с этим не согласны? Повлиять они могут, прежде всего, провести общее собрание собственников на основании, опять же, может привлечения управляющих компаний, понимания его реального состояния по каждому из видов конструкций и принятие решения о проведении работы капитального ремонта в необходимый для них срок. И направить данное решение в органы местного самоуправления на предмет осмотрения возможности или необходимости включения его в краткосрочный план на соответствующий период. Часто ли такая активность идет от жильцов, и на самом деле они пересматриваются, ну, то есть вы такое изъявляет желание пересмотреть сроки? Я думаю, благодаря информированию у нас в городе такая ситуация достаточно часто. И особенно, когда нам обращаются письменно, мы всегда разъясняем порядок. То есть еще раз хочется сказать для нашего населения, что сроки, установленные в региональной программе, являются крайними, предельными, если можно так сказать. И в случае, если дом действительно требует, и вы, как жильцы, знаете не понаслышке, что нужно делать срочно, в ближайшее время, можно перенести эти сроки. И это позволяют и денежные средства, и возможности сейчас рассмотреть этот вопрос. То есть приносят общее собрание, комиссионно происходит выезд, совместно специалисты и управляющие компании, наши специалисты-строители, представители фонда, и комиссионно определяется, действительно ли соответствует эта жалоба необходимости проведения, насколько нужно перенести, и опять же рассчитывается стоимость, и дальше это процедура. А переносить можно, нужно, и нужно обращаться об этом говорить, потому что некоторые дома, ну где-то есть управляющие компании заинтересованные, где-то активные, есть некоторые пассивные, ну и может быть не беспокоят жителей, да, и они как-то так достаточно пассивно к этому относятся, поэтому собственники все в ваших руках, пожалуйста, обращайтесь, о переносе именно представляете собрание, а дальше мы уже с документацией поможем. То есть не надо сидеть на кухне и говорить о том, какие все плохие вокруг, вот наш дом в 35-й год перенесли, когда на самом деле все в руках получается самих жильцов, когда можно с 35-го года перейти на 17-й, на 16-й. Хотелось бы еще добавить, что даже если не ошибаюсь в отношении 16-го года, да, у нас сейчас есть задел даже большой. Процентов, наверное, 30 только к отказовочного плана сформировано именно на основании решения собственников, а переносит сроков на более ранние. И плюс я хотела бы сказать, что именно сейчас происходит объезд, и все мы рассматриваем, то есть благодаря тому, что у нас сбор достаточно высокий в городе Оренбурге, у нас помимо того 52 плюс 160 домов мы еще включили, и сейчас мы дополнительно, на дополнительном финансировании рассматриваем заявки и готовим документы, поэтому у нас сейчас зимний период, как раз такая активная бумажная работа, чтобы в строительный сезон начать ремонтировать как можно больше домов. Давайте примем еще один телефонный звонок и перейдем все-таки дальше к рассказу о нововведениях. Здравствуйте, слушаем вас. Представьтесь, и ваш вопрос, пожалуйста. Алло. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот в начале передачи говорили о том, что новостройки в течение периода гарантийного срока не должны оплачивать капремонт, ну как минимум 5 лет. Но у нас приходят квитанции на оплату капремонта. Можно знать почему? А вы скажите, откуда вы звоните, адрес хотела? Солнышская, 38. Спасибо. Ну и здесь, наверное, обязательно нужно сказать о том, что эти изменения в жилищный кодекс были внесены. Они были внесены совсем недавно, и мы же отталкиваемся именно от того, с той даты, когда у нас было введено областное законодательство в соответствии с требования 176-го федерального закона. Надо посмотреть, я себе записал и проанализирую, если ваш дом, многоквартирный дом, был введен в эксплуатацию до, или после утверждения региональной программы, то есть после 30-го, 12-го, 2013-го года, и был включен в региональную программу при ее актуализации. Первая актуализация у нас была 20 июня. 15-го года? 14-го года. То есть мы тогда действительно пересмотрим это решение, если было включено, а если нет, тогда говорим, что уже относится к ее следующей актуализации. Еще раз я поняла, то есть когда, скажем так, те дома, которые... У них возникнет обязанность после первой актуализации 20 июня 2019-го года. То есть какие дома у нас не участвуют именно в нововведениях? У кого это не коснется нововведения, что вот теперь такие вот каникулы, будут пятилетние каникулы, да, новостройки? Это когда крайний срок сдачи дома? Получается, это 2014-2013 год? Ну, давайте, ладно, подумаем дальше. Давайте, Татьяна Сергеевна, расскажите, вот какие еще у нас нововведения тоже будут, пока вот Константин Сергеевич у нас... Ну, хотелось бы, наверное, сказать о важных вопросах по поводу того, что продлили срок изменения способа накопления. То есть у нас достаточно часто такой муссировался вопрос о том, что всех загнали в региональный оператор, все находятся в котле и так далее, и так далее, кто-то хочет индивидуально копить на спецсчете, нет такой возможности. Были условно у нас такой упрощенный порядок перехода с счета регионального оператора на индивидуальный счет накопления. Действовал он у нас до 31 августа 2015 года. Благодаря внесенным изменениям этот срок продлен до 31 августа 2016 года. То есть если граждане приняли решение о том, что будут копить индивидуально на своем спецсчете и будут самостоятельно определять, что они хотят, как хотят, на чей счет, вернее, в каком размере, то они могут принять это решение. В течение двух месяцев денежные средства, накопленные, находящиеся на счете регионального оператора, будут перечислены на тот счет, который они откроют в банке. Ну, в соответствии с порядком. То есть никаких проблем в принципе нет. И сейчас у нас воспользовались в городе, Константин Сергеевич говорил, по-моему, более 300 домов по переходу на специальные счета. Соответственно, граждане могут реализовывать свое право индивидуально копить. То есть мы говорим о том, что программа начала работать, и каждый как хочет, так выбирает. И региональный оператор, и выполнение ремонта в рамках него, это не панацея. На самом деле, вот сами тоже жители, потому что когда только начиналась программа, мы тоже в этой студии с вами встречались, разговаривали, было очень много споров. Вернее, непонимание того, что лучше, специальный счет или в общий котел уходить. Вот сейчас уже, по вашим ощущениям, у людей появилось понимание, что выгоднее? Конечно, даже мы за этот период наблюдаем, опять же, в период этих каникул, наблюдаем два раза перехода. То на спецсчет, то со спецсчета. Люди, конечно же, понимают, где им выгоднее быть. И все-таки, возвращаясь к тому вопросу, который был, если я правильно понял вопрос, и, может быть, в ответ жителям скажу, что все дома, которые были введены в эксплуатацию до 30 декабря 2013 года, на них отсрочка, действие закона не распространяется. Ну, то есть те дома, которые построены, получается, ну, в 2015 году, которые дома построены, они все попадут, если в 2014-2015 год, дома все попадут. Давайте примем телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас, ваш вопрос, и представьтесь, пожалуйста. Алло? Да, слушаем вас. Здравствуйте, Марина Николаевна. Я вас беспокою с Ленинской 65, а ЖКХ, правильно как называется, Форштадт. Значит, у нас такая ситуация. У нас взнос на капитальный ремонт включили в квитанцию о квартплате. У нас образовалась некоторая задолженность по взносу на капитальный ремонт, и ЖКХ распределила эту задолженность на виды услуг, то есть на горячую воду, на водоснабжение и так далее. Соответственно, у меня образовывается задолженность в целом по квартплате. Правомерно ли такое распределение? Дело в том, что взнос на капитальный ремонт, это же отдельная статья расходов. Почему они распределяют на остальные виды услуг? Понятно. Хорошо. Я постараюсь отвечать вопрос, если я правильно, опять же, его понял. Если способ ремонта капитального ремонта на общем счете регионального оператора, то, я думаю, таких моментов и быть невозможно, потому что у нас абсолютно налажена система аккумулирования взносов на капитальный ремонт, система учета взносов на капитальный ремонт, ни с какими иными жилищно-коммунальными услугами. Они не перемешиваются при оплате. Если фонд капитального ремонта формируется на специальном счете, и более, то владельца этого специального счета, управляющая компания, либо товарищ собственник жилья, то в данном случае начисление взносов на капитальный ремонт уже ложится на плечи владельца специального счета. И, соответственно, и сбор денежных средств тоже ложится. И учет ложится на плечи. То есть в данном случае нам уже в качестве компаний разбираться и найти действия, я считаю, неправомерные, никакому распределению не подлежат. Если это есть, нужно срочным образом обращаться в УСЖИ, как организация, которая контролирует вопросы учета специальных счетов по фонду капитального ремонта. Знаете, давайте еще один телефонный звонок, потому что уже давно тоже человек ждет. Здравствуйте, слушаем вас. Представьтесь ей ваш вопрос, пожалуйста. Добрый вечер. Татьяна Николаевна, Оренбург, Котово, 44, квартира 70. Я по такому вопросу. В 2006 году ходили по квартирам с лесками на Доповской, северная компания. Предлагали нам, значит, что год будут с нас выплачивать, чтобы мы год выплачивали за капитальный ремонт, что из федерального фонда дадут на ремонт крыши. Кто-то соглашался, кто-то нет, кто-то не подписывал. В итоге они год высчитывали с людей, значит, какую-то иную сумму, им понравилось, и они продолжали высчитывать. Я прекратила выплаты, стала вычеркивать эту строку, у меня там какая-то задолженность собралась, и мне до сих пор носят две строки на капремонт, как обычно по закону. Вот что закон вышел, я плачу, я вообще законопослушный гражданин и плачу все счета. Они даже пытались мне искусственный долг сделать, взимая с меня за капремонт. Я вас поняла, что у вас получается двойная оплата капитального ремонта. И опуская вот эти вот жилищные услуги. Было такое, что я обращалась с письмом. Но вот так до сих пор с меня высчитывают. Я какое-то время жила в деревне, ухаживала за родителями. Понятно, спасибо большое. Спасибо большое. Вот, да, ну и адрес мы записали, спасибо. Ничего. Давайте я, наверное, поясню. Я думаю, что индивидуально мы, конечно, с этой ситуацией ее рассмотрим, но хотелось бы сказать, что ранее, в принципе, в городе у нас действовалось 185-й федеральный закон, в рамках которого были возможны и обязательные платежи на капитальный ремонт. Жители принимали тарифы, за счет чего сфинансировали эту программу, и капитальные ремонты на их домах выполнялись. Также были и добровольные. Во многих ТСЖ взнос на капитальный ремонт был, и его также оплачивали. Здесь говорят о 2006 году, ну я так не поняла, с этого года начали. Я поняла, с этого года. Ну, видимо, ввели этот капитальный ремонт, и я могу сказать, что это были, в принципе, законны, и, возможно, жилищный кодек позволял это. Если заявительница говорит о том, что это индивидуальная какая-то задолженность перед компанией, и она до сих пор не погашена, ну я думаю, что это в основном разбирается не в судебном порядке, законно-незаконно, и нужно разбираться, были ли выполнены эти работы. Но так как по данному адресу, и он у меня не на слуху, что какие-то были вопросы, такие двойные начисления, то я думаю, это индивидуальная ситуация, где есть задолженность просроченная давних лет, и, соответственно, в настоящее время оплачивать взнос на капитальный ремонт, он обязателен, и поэтому возникли две строки в квитанции этого заявителя. Ну, правильно ли я поняла, что, смотрите, то есть есть, скажем так, тариф, который вот уже управляющая компания приняла, исходя из вот того тарифа, которые, ну, или тех вот рекомендаций, которые как раз вот фонд... Вот вообще расскажите, как формируется вот сам платеж, почему именно вот столько платит человек, а не другую сумму? Которую вот по программе, вот которую вот именно рекомендует вот фонд модернизации ЖКХ. Вот модернизация ЖКХ не рекомендует тариф. Ну, в данном случае мы начисляем вот с применением минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленный правительством в Римбовской области. Да, вот расскажите, как формируется вот этот самый вот минимальный взнос? В отношении формирования или утверждения, почему именно такие размеры, это достаточно серьезный большой вопрос, к нему очень долго подходили, и дифференцированно определяли возможности населения по территориям, по преимущественной этажности застройки по территориям, и, соответственно, эти тарифы были выстроены. А за счет год они будут выше или сохраняются на уровне 15-го года? Нет, вот в 2016 году повышение размера взноса на капитальный ремонт состоится, и об этом было уже известно в 2014 году. Общий средний процент повышения по дифференцированному поэтажности составляет порядка 6%. Правильно ли я поняла, что вот, скажем так, есть вот этот минимальный взнос? Ну, скажем так, пускай это в платежке, я просто там сейчас так на бум буду говорить цифры, допустим, 6 рублей. А управляющая компания понимает, что нужны еще деньги, она может вместе с собственниками жилья принять решение, что, допустим, вот вы 6 рублей платите, это минимальное, или давайте вот еще там, допустим, 10 рублей мы еще дополнительно будем собирать. Это законно или нет? Давайте разберем. Получается, сначала о взносах. Они действительно утверждены постановлением правительства Оренбургской области на 3 года, 14, 15, 16 год. В 2016 году по городу Оренбургу 4 рубля 30 копеек для домов не выше трех этажей, 5 рублей 45 копеек для домов до пяти этажей, и 6 рублей 90 копеек для домов высотой свыше пяти этажей. Это тариф, который на 16 год, и он применяется, это минимальный взнос, который приходит нам всем в квитанции, в зависимости от этажности. Что касается повышения, если мы говорим, что дом включен в краткосрочный план и будет ремонтироваться, а вот о чем мы говорим, это уже о реализации капитального ремонта, то и на доме необходимо выполнить либо два вида ремонта, либо тарифа минимального недостаточно, и, например, 4 рублей 30 копеек недостаточно, а нужно 5 или 6 рублей, то однозначно этот вопрос выносится на общее собрание. Расчет делает фонд модернизации, реформирование, прошу прощения, и этот расчет предлагается жителям на утверждение, то есть с ними согласовывается, согласны ли они превысить этот минимальный взнос и готовы ли они идти на эти траты. И с их подписи на основании решения общего собрания потом включается в программу этот дом, и, соответственно, с них с этого момента будут тогда уже взимать эти денежные средства. Управляющая компания к этому, к начислению, не имеет никакого отношения. Если мы говорим о специальном счете, то порядок увеличения уже там индивидуальный, то есть на собрании они также могут увеличивать уже до того размера, какой их устраивает, какой они хотят, на те виды, сколько угодно. Но не менее минимального. Но не менее, но минимально они обязаны оплачивать. Поэтому здесь управляющая компания просто так прописать 10-15 рублей, это невозможно. То есть только, если возможно, то сами жильцы это захотят. Давайте примем телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Представьтесь, и ваш вопрос, пожалуйста. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ярцев Петр Трофимович, переулок Дальний, 39. Мне пришла платежка за капитальный ремонт. 3600 рублей надо заплатить. Я звоню на Пушкинскую 41, мне отвечают, что это начислили за 14 месяцев раньше якобы. А раньше ко мне компетенции приходили, там не было ни этой строки капитального ремонта. Зачем мне такую кучу я должен платить сразу? Петр Трофимович, у меня к вам вопрос. Вы же нам звонили на телефон горячей линии и задавали вопрос? Ну, я звонил на 306-700. И вы задавали вопрос, что у вас еще платеж за прошлый год, за 14-й год. Да, да, да. Ну, давайте мы сейчас на первый вопрос ответим, и потом дадим ваш телефонный звонок, потому что мы как раз его планировали только сейчас дать. Спасибо вам большое, спасибо за такую активность. Итак. Спасибо за вопрос. Я даже этот вопрос хотел, в принципе, поднять, может, под завершение передачи. Это как раз пример того, когда собственникам, кавычкам, скажем, молчунам, наконец-то пришли квитанции. Мы давно всех предупреждали и говорили, что умолчать не получится, если квитанция до этого не приходит, только потому, что не было информации по данному помещению. Сейчас мы ведем постоянную работу по поиску данных помещений и, соответствующим образом, производим начисление не с периода, когда мы нашли о нем информацию, а именно с периода возникновения обязанностей поплаты взносов на капитальный ремонт, а именно с октября 2014 года. Но в рамках оплаты или реструктуризации этого долга, хотелось бы отметить, что пеня до настоящее время не начисляется, поэтому в рамках оплаты этого долга собственник может сам определить, в каком порядке ему оплатить эти долги. Сейчас, или порциями, или как он захочет. Вот для телезрителей хочу сказать, дело в том, что мы запустили телефон «Горячая линия», на который вы можете звонить круглосуточно и оставлять свои вопросы. Единственное, что нужно представляться, оставлять свой номер телефона, чтобы мы потом могли связаться. И на самом деле к этой программе у нас поступило несколько звонков. Ну вот Петр Трофимович уже сам дозвонился, хотя мы бы вот приготовили, хотели дать его вопрос. И вот сейчас хотелось бы услышать Владимира Николаевича Кузнецова, который позвонил и как раз вот тоже хочет задать. Ну у него такой достаточно краткий вопрос, сейчас режиссеру попрошу, пожалуйста. Давайте дадим, что нам сказал Владимир Николаевич. Я думаю, что Татьяна Сергеевна, это будет очень интересно. Взять на карандаш этот вопрос. Моя фамилия Кузнецова, зовут Владимир Николаевич. Я по вопросу капитального ремонта, это первый вопрос, который проходит у нас в Римбургской области. И второй вопрос, это система оплаты за воды, водоотведение по водоканалу. Вы уже знаете, да? Мы знакомы с Владимиром Николаевичем, и я думаю, что здесь у нас немножечко индивидуальная ситуация. Мы с Владимиром Николаевичем в принципе все вопросы обсуждаем на личных приемах, и я думаю, он руководитель ТСЖ-39, и поэтому если какие-то вопросы еще возникают, рабочие, я всегда рада его видеть. Я думаю, здесь сейчас, наверное, не принципиально какой-то такой общеглобальный вопрос рассматривать. Ну, еще раз для телезрителей скажу, что номер 306-700 в городе Оренбурге, код города 3532, работает круглосуточно. Звоните, оставляйте свои вопросы. Это могут быть вопросы не только по той теме, которую мы сейчас объявляем в программе, и которая будет в ближайшее время. Вы можете предлагать свою тему, или делиться с нами новостями, которые могут послужить именно поводами для журналистского расследования. Так что 306-700, ваш номер телефона, звоните круглосуточно. Ну, давайте продолжим. Знаете, вот мы сегодня все проблемные вопросы разобрали, но сам это конец года все-таки, результативность. Вот, Татьяна Сергеевна, с вас по городу Оренбургу, потом перейдем к области. Потому что год был на самом деле очень интересный. Капитальный ремонт вначале так вот с боем приходилось про это все рассказывать. С боем сопротивлялись даже некоторые, да, у нас муниципалитеты. Потом все-таки... Ну да, действительно, можно говорить о том, что программа запущена, и есть у нас хорошие результаты, положительные. 70 домов были у нас включены. Сейчас 42 дома находятся у нас на приемке. Некоторые дома были исключены и перенесены сроки. Это 7 домов, которые были пересены сроки на более благоприятные условия по некоторым видам работ. Вот остальные дома находятся 90-процентная готовность. У нас есть срок до конца года для того, чтобы работы были закончены. Ну и приемка перейдет на следующий год. Соответственно, сейчас такой активный результат работы комиссии, выявление замечаний каких-либо подрядчикам, предъявления им такой рабочий процесс. Вы сами довольны вот работой? Вот скажем, какую оценку поставить вот этой программе вот именно по городу Оренбургу? Я довольна тем, что это удалось запустить. Я довольна тем, что мы вычленили те проблемы, которые есть, и находим на них решение. Мы совместно работаем в таком круглосуточном тандеме, если можно сказать. Мы еще раз подтвердили, что одним невозможно это все запустить. Это новая программа, очень много проблем. Я думаю, что мы можем сказать, ну, сложно сказать, оценки не сразу строились. Я думаю, что мы многое наверстаем на следующий год. Главный момент, что все-таки уже есть хотя бы понимание того, как мы будем ремонтировать тот жилой фонд. Ну, вы что, у нас 60 домов, выполненных ремонтов, да, практически. Это раз. Во-вторых, на 500 миллионов на следующий год мы планируем ремонтов на город Оренбург. Это огромные деньги, огромный полмиллиарда рублей в капитальный ремонт. По каждому, ну, по виду на дом. Ну, это прекрасные результаты, и я думаю, на следующий год мы будем просто... Расскажите, как по области в целом? В целом, по области у нас было запланировано капитальный ремонт в отношении 120 многоквартирных домов по 199 видам работ. Работы завершены, в том числе, с городом Оренбургом в отношении 63 многоквартирных домов. Это 99 видов работ. По ним учителяется приемка и рассмотрение исполнительной документации. В отношении 13 многоквартирных домов уже приняты по акту приемки, передачи, по 7 собственников, и средняя готовность по областям оценим как 84%. Но опять же, хотелось бы отметить, что в данном случае региональный оператор ни в коем случае не гонится за результатом статистики. Главная задача – эффективно реализовать капитальный ремонт, эффективно тратить деньги собственников капитальным ремонтом. Поэтому то, что сейчас мы говорим о высокой степени готовности или реализации отказосрочного плана, работы выполнены. Сейчас присвоится оценка, совместная оценка с муниципалитетом результатов нашей работы. Здесь мы уже не торопимся и качественно проверяем всю исполнительную документацию, из чего было произведено четкое выполнение. Давайте примем телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Представьтесь и ваш вопрос. Алло. Здравствуйте, вы меня спрашиваете? Да, вас. А, очень приятно. Добрый вечер. Добрый. Спасибо за вашу передачу. Хотелось бы задать такой вопрос. Вот дом по улице Ногина, Ногина, 84, конкретно. Значит, Кавкап ремонт был произведен в прошлом году, но что сделано? Есть правила устройства электроустановок. При капитальном ремонте дома должна меняться проводка. Проводка не поменялась, остался этот алюминий и все такое прочее. Последствия могут сами, понимаете, что будет. Почему? Потому что, ну, если в Ростехнадзор обратиться, то сразу будут большие там, ну, неприятности, а предписания. И второе. Дому 70 лет. Ну, по воду отведения, по канализации, значит, и по водопроводу там, ну, ничего не делалось. Сделался только ремонт крыши и фасад. Все. А остальные-то работы, вы сами представляете, 70 лет дома. Спасибо большое. Ну, этот ремонт выполнялся не в рамках регионального оператора, а в рамках 185-го федерального закона. По поводу проводки мы посмотрим, конечно. Я не готова говорить, индивидуально посмотрим. А что касается видов, здесь также надо говорить о том, что переносить сроки, принимать тариф. И также можно будет выполнять, мы понимаем, что 70 лет это дом в целом требует всего ремонта. Поэтому инженерные сети тоже, конечно, нужно менять. Поэтому замечательно, что люди активны, поэтому они уже почувствуют, что такое капремонт и эффект. Поэтому, думаю, в ближайшее время будем заниматься сетями. Давайте еще последний звонок примем. На самом деле, меня удивляет, что сегодня звонки очень идут конструктивные. И люди... Есть звонок еще? А, так все, не дождался телезритель. Ну, на самом деле, меня очень сильно удивляет, что звонки такие очень конструктивные и очень доброжелательные. Несмотря на то, что тема-то всегда скандальная. Ну, вот, Константин Сергеевич согласится со мной. Ну, давайте вот в целом, да, уже по поводу планов на следующий год. Что будет на следующий год? Насколько та экономическая ситуация, которую у нас сейчас, мы в ней находимся, и бюджет следующего года все-таки будет достаточно сложным, как на федеральном, так и на региональном уровне. Как это отразится на вашей программе? Потому что, в любом случае, деньги собственников, но еще софинансирование идет... Отвечая на этот вопрос, здесь действительно стоит обратить внимание на те нововведения в законодательство, то есть Оренбургской области, и правильно вы сказали, на предмет финансирования. Так вот, уже в 2016 году работа уже должна выстраиваться с учетом софинансирования из средств областного и местного бюджета. Такая норма закреплена на уровне законодательства Оренбургской области и будет производиться с учета средств и бюджетных сигнований, утвержденных на следующий период. Пока такая информация... Ну, сейчас эту информацию все анализируют, и органы местного самоуправления, местный бюджет, и областной бюджет. Формируется тот необходимый источник, и будет какосрочный план пересматриваться, пересчитываться с учетом нового этого источника. Но вот уже можно заранее сказать, и как в пример поставить, например, вот Первомайка, Оренбургский район. Вне зависимости от тех условий, которые выставит правительство Оренбургской области по софинансированию или условию софинансирования порядка софинансирования каткосрочных планов, они уже сейчас планируют и закладывают порядка двух миллионов в год на реализацию капитального ремонта, на софинансирование каткосрочных планов. Мы даже с ними это заговаривали, посчитали, что при таком подходе они за шесть лет отремонтируют... Весь жилой фонд мы им отремонтируем, хотя все прекрасно понимаем, у них территория достаточно сложная, весь жилой фонд перешел у них от военных, в не очень хорошем состоянии, здесь надо муниципалитету отдать должное, что они пересмотрели, и я понимаю, что и так достаточно социально важные вопросы поменяли приоритеты расходов бюджетных средств, и все-таки решили направить их на улучшение и увеличение качества жизни жителей на территории данного местного управления. А в рамках реализации тех средств, которые аккумулируются на счете фонда капитального ремонта, то в полном объеме мы их будем реализовывать. Так, в настоящий момент каткосрочный план на 2016 год включены 399 многоквартирных домов на общую сумму 963 миллиона рублей. В среднем по одному дому в день получается, ну если так. Да, 963 миллиона рублей. То есть почти миллиард. Да, из них пока в настоящий момент Горг-Эльбург предоставил 53 многоквартирных домов, но уже сейчас совместно отрабатываем список. 152 дома. На 150 миллионов. То сумма, о которой вы говорили, вот 500 миллионов, то что будет на следующий год, все познается в сравнении, на самом деле, если сравнить, скажем так, до введения программы, насколько эта сумма отличается в большую сторону? То есть насколько это все-таки такие колоссальные деньги, хорошие деньги? Ну это большие деньги. В прошлом году, ну порядка, если говорить о 185-м реализации, это 70, это 80. Ну были годы, когда и большие суммы выделялись и реализовывались. Но за счет собственных средств никаких, конечно, ремонтов не выполнялось. Поэтому я думаю, что если говорить в количественном отношении, то если мы выполним на 200 домов, выполним ремонты, где-то и один, где-то и два вида ремонта, то это большое количество. Давайте подведем итоги интерактивного голосования. Итак, 55% наших телезрителей считают, что взнос на капитальный ремонт для них серьезная трата. 23% наших телезрителей считают, что нет. И вот 22% отказываются платить. Насколько это совпадает с статистикой. Хотя помните, вот год назад, когда мы проводили, вернее, в начале года, когда мы проводили, вот у нас платить или не платить все-таки больше у нас было такое... Действительно, сейчас средняя собираемость по области с момента начала аккумулярования взноса составляет 73%. 73% и пока она не понижается, держится. То есть с увеличением по текущему периоду. То есть мы постоянно работаем, проводим всевозможные информационные мероприятия. Прежде всего, конечно, опять же, хотелось бы сделать акцент на то, что проводятся информационные мероприятия на всех уроках. Только регионального оператора и правительства области. В том числе и на местах. Организации управления очень активно сейчас проводят все эти программы. Организации управления в дом, повышение правовой грамотности в жилищно-кулянном хозяйстве и на старших по домам. Понимаете, вот такая точечная, кропотливая работа, она делает свое дело. И люди, самое главное, понимают, для чего это нужно. Понимают, что капитальный ремонт – это не какая-то насаждаемая услуга. Она действительно необходима. И это в первую очередь ответственность самих жильцов. Потому что в любом случае, всегда аналогию на эту тему провожу с частным домом. В частном доме никто никогда не придет, кроме самого жильца, кроме самого собственника, никто не будет ремонтировать. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что все-таки в следующем году программа будет работать с большим успехом. И она покажет свою большую эффективность. Это была программа «Обратная связь». Встретимся с вами на следующей неделе. И, кстати, хочу сказать, что ровно через неделю, в следующий четверг, в этой студии мы ждем специалистов из Росреестра и Кадастровой палаты. То есть все вопросы, касаемые постановки недвижимости на учет и постановки земли на учет, вы можете задать нашим гостям. Как позвонив сюда во время прямого эфира по номеру телефона 43-45-07. А лучше, наверное, все-таки звонить на круглосуточную нашу телефонную горячую линию по номеру телефона в городе Оренбурге 306-700 и задавать свой вопрос. Мы обязательно, если эти вопросы даже не прозвучат в эфире, так или иначе, они попадут специалистам и будут разбирать ваш случай. Так что вам желаю хорошего вечера. Запомните. Еще раз повторю номер телефона 306-700. Звоните. Я вам желаю хорошего вечера. Оставайтесь на нашем телеканале и проводите время с пользой. Удачи.